Всем привет! Меня зовут Дмитрий Никифоров. Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы с вами читаем книгу Мормона. И сегодня у нас заключительная глава первого Нефия, 22 глава. Спасибо, что вы дошли до этой главы. Итак, первый стих. И было так, что после того, как я Нефий прочитал то, что было выгравировано на медных листах, мои братья подошли ко мне и сказали мне, что означает то, что ты прочитал? Вот следует ли это понимать согласно тому, что духовно, что сбудется по духу, а не по плоти? Я Нефий сказал им, вот это было явлено пророку голосом духа, ибо духом открывается пророкам все, что станет с детьми человеческими по плоти. А потому, о чем я прочитал, имеет отношение как к бренному, так и к духовному, ибо кажется, что дом Израилев рано или поздно будет рассеян по всему лицу земли, а также среди всех народов. И вот много таких, которые уже стерлись из памяти живущих в Иерусалиме. Да, большая часть всех колен уже уведена, и они рассеяны туда и сюда, по островам морским, и где они, никто из нас не знает. Только знаем, что они были уведены. И поскольку они были уведены, это пророчествовалось о них, а также и обо всех тех, которые будут впоследствии рассеяны и посрамлены из-за святого Израилева, ибо против него они ожесточат свои сердца, а потому они будут рассеяны среди всех народов и будут ненавидимы всеми людьми. Тем не менее, после того, как они будут вскормлены иноверцами, Господь вознесет руку Свою над иноверцами и выставит их как знамя, и дети их будут носимы на их руках, а дочери их будут носимы на их плечах. Вот то, о чем говорится бренное. Ибо таковы заветы Господа с нашими отцами, и это говорится о нас во дни грядущие, а также о всех наших братьях, которые принадлежат к Дому Израилеву. И это означает, что настает такое время, после того, как весь дом Израиля будет рассеян и посрамлен, когда Господь Бог воздвигнет среди иноверцев могучий народ, да, именно на лице этой земли, и ими будет рассеяно наше потомство. И после того, как наше потомство будет рассеяно, Господь Бог начнет совершать чудесное дело среди иноверцев, которое будет весьма ценным для нашего потомства, а потому оно уподоблено вскармливанию их иноверцами и ношению на руках своих и на плечах своих. И оно также будет ценным и для иноверцев. И не только для иноверцев, но и для всего Дома Израилева, дабы стали известны заветы Отца Небес, с Авраамом, гласящие «В семени Твоем благословятся все племена земли». И я хотел бы, братья мои, чтобы вы знали, что все племена земли не могут быть благословлены, если Он не обнажит руку Свою перед глазами народов. А потому Господь Бог начнет обнажать руку Свою перед глазами всех народов в осуществлении заветов Своих и Евангелия Своего для тех, кто принадлежит к Дому Израилеву. А потому Он снова выведет их из плена, и они соберутся вместе в землях своего наследия, и они будут выведены из мрака и из тьмы, и они узнают, что Господь их Спаситель и их Искупитель, сильный Израилев. И кровь той великой и мерзостной Церкви, которая есть блудница всей земли, обратиться на их собственные головы, ибо они будут воевать между собой, и меч их собственных рук падет на их собственные головы, и они будут упоены своей собственной кровью. И всякий народ, который будет воевать против Тебя, о Дом Израилев, будет обращен один против другого, и они падут в ту яму, которую вырыли, чтобы поймать ловушку народа Господней. И все, кто борется против всего, но будут истреблены. И та великая блудница, которая извратила верные пути Господне, да та великая и мерзостная Церковь, рухнет во прах, и великим будет падение ее. Ибо вот речет Пророк, быстро настает то время, когда сатана больше не будет иметь власти над сердцами детей человеческих, ибо скоро настанет тот день, когда все горделивые, и те, кто поступает нечестиво, будут как солома, и настанет тот день, когда они должны быть сожжены. Ибо скоро настанет то время, когда полнота гнева Божьего изольется на всех детей человеческих, ибо он не допустит, чтобы нечестиво истребили праведных. А потому силой своей он сохранит праведных, даже если будет так, что должна будет излиться полнота гнева его. И праведные будут сохранены, даже через истребление их врагов огнем. А потому праведным нет нужды бояться, ибо так кричет Пророк, они будут спасены, даже если свершится это огнем. Вот, братья мои, я говорю вам, что все это должно вскоре сбыться. Да, воистину, кровь и огонь, и клубы дыма должны прийти, и надлежит этому свершиться на лице этой земли, и постигнет это людей по плоти, если будет так, что они ожесточат свои сердца против святого Израилева. Ибо вот, праведные не погибнут, ибо непременно должно настать то время, когда все, кто борется против Сиона, будут отвергнуты. И Господь непременно приготовит путь для своего народа во исполнение слов Моисея, которые тот изрек, говоря, «Пророка воздвигнет вам Господь ваш Бог, подобного мне. Его вы будете слушать во всем, что он скажет вам. И будет так, что все те, кто не будет слушать того Пророка, будут отвергнуты из среды народа». И ныне я, Нефи, объявляю вам, что этот Пророк, о котором говорил Моисей, это святой Израилев, а потому он будет вершить суть праведности. И праведным нет нужды бояться, ибо они – это те, кто не будут посрамлены. Но создано будет среди детей человеческих царство дьявола, кое царство устанавливается среди тех, которые во плоти. Ибо быстро настанет то время, когда все церкви, которые созданы, чтобы получать выгоду, и все те, которые созданы, чтобы обрести власть над плотью, и те, которые созданы, чтобы стать почитаемыми в глазах мира, и те, которые ищут похоти и плоти, и мирских вещей, и хотят совершать всевозможные беззакония, да иначе говоря, все те, кто принадлежат к царству дьявола, это те, кому надлежит бояться, и дрожать, и трепетать, это те, кто должен быть не заведен в опрахе, это те, кто должен быть сожжен, как солома, и это согласно словам пророка. И быстро настает то время, когда праведные должны быть возведены, как тельцы упитанные, и святой Израилев должен править во владычестве и могуществе, и силе, и великой славе. И он собирает детей своих с четырех сторон земли, и он исчисляет овец своих, и они знают его, и будет одно стадо, и один пастырь, и он будет пасти своих овец, и в нем они найдут пажить. И благодаря праведности его народа сатана не имеет власти, а потому он не сможет быть освобожден в продолжении многих лет, ибо он не имеет власти над сердцами людей, ибо те пребывают в праведности, и святой Израиль вправит. И ныне вот я нефиг говорю вам, что все это должно совершиться по плоти. Но вот все племена, колены, языки и народы будут жить безопасно святом Израилевым, если будет так, что они покаются. И ныне я нефий заканчиваю, ибо пока не смею говорить дальше обо всем этом. А потому, братья мои, я хотел бы, чтобы вы считали истинным то, что написано на медных листах, и они свидетельствуют, что человек должен быть послушен заповедям Божьим. А потому вам не нужно думать, будто я и мой отец единственный, кто свидетельствовал, а также поучал об этом. И потому, если вы будете послушны заповедям и устоите до конца, вы будете спасены в последний день. И это так. Аминь. Вау! Нефий, конечно, нефий, конечно, разошелся под конец первой главы, и прям такие сильные очень откровения здесь для нас. Но мысль у меня такая, что добро победит в конце, да, как и, в принципе, всегда это происходит. Добро всегда побеждает зло. Главное оказаться на правильной стороне, потому что, как вот мы читали в «Сне Легии», в «Легии» есть вот эта река, которая нас может утопить. Это вот есть мгла темная, которая может наш взор затуманить. это здание, которое в облаке там стоит, и люди насмехаются, и многие туда стремятся. То есть, очень много отвлекающих таких моментов, которые могут перепутать наше представление о хорошем и плохом. Потому что сатана, он хитер, и он очень умело прячется. Он не говорит сразу «Не верь в Бога». Он не говорит «Не верь в Иисуса Христа». Он очень скромненько подходит и издалека начинает. И потом постепенно даже не замечаешь, как он тебя уводит в сторону. Но и вот здесь самое интересное, в 31-м стихе по сути все Евангелие. В одном стихе. Да? «Если вы будете послушны заповедям и устоите до конца, вы будете спасены в последний день». И это то, о чем Христос говорил. Соблюдайте мои заповеди. И все будет с вами хорошо. Вот такие мысли. Так что добро победит. Соблюдаем заповеди. Все у нас будет хорошо. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok